Будка для собаки своими руками, чертежи и размеры. Питомцу требуется свое отдельное комфортное и безопасное место, где он может спрятаться от холодов или жары. Собачий будка может украсить двор, стоит только применить немного фантазии и элементов декора. Если нет желания покупать будку, ее можно соорудить своими руками. Какой должна быть будка? Сейчас идет мода на громадные двухэтажные сооружения с перегородками и ступеньками. Питомцу чаще всего эти элементы мешают. Будка для собаки должна быть одноэтажной, без лишних деталей, хорошо подойдут строения прямоугольной формы. Примеры планов будки. Важно. Для ухода за собачьим местом одна часть конструкции должна быть съемной, крыша или стена. При строительстве нужно рассчитать размеры будущего строения, исходя из пропорций пса. Сведения о росте, длине тела и обхвате груди пригодятся при строительстве. Если питомец еще растет, то расчет идет по параметрам взрослой собаки. Вот ориентировочные пропорции. Вход. Для расчета ширины входа берется обхват груди собаки. Прибавляется от 6 сантиметров. Высота входа состоит из высоты в холке плюс 6 сантиметров. Ширина. Берется длина тела собаки плюс 6 сантиметров. Высота. Берется рост собаки, не холка, именно рост, прибавляется также 6 сантиметров. Примерные габариты для некоторых пород описаны в таблице. Наглядные пропорции будки и собаки. Следует помнить, древесину нужно зачищать, чтобы пес не обдирал лапы и голову. Необходимые инструменты и ход работы. Для строительства понадобятся такие материалы. Саморезы, гвозди, молоток, шуруповерт, ножовка, рубанок, рулетка, карандаш, бумага, ножницы для металла, пила, степлер. Ход работы происходит по такому плану. Выясняются размеры будки, план строения и материалы. Подготавливается фундамент. Собирается и устанавливается каркас. Крепится крыша. Конструкция утепляется. Стенки обшиваются. Домик дополняется элементами декора. Декоративные украшения в статье рассматриваться не будут. Основной уклон сделан на строительство и утепление дома для питомца. Лаз может быть любой формы, но следует помнить об удобстве, питомец должен легко проходить через него. Для удобства следует указывать на плане размеры, отдельные элементы. После того, как размеры будки определены, следует выбрать место расположения и план строения. Место для будки выбирается спокойное, уединенное, где пес может почувствовать себя в безопасности. Схема будки с поднимающейся крышей. Пошаговое строительство будки с плоской крышей. Для любителей забираться на возвышенности подойдет вариант с плоской крышей, куда можно легко запрыгнуть. Для строительства нужны брусья, 4х4 и 10х10, доски, кусок ДСП, металлические пластины, пенопласт, пленка и перемычки. Важно! Перед тем, как приступить к работе, нужно отшлифовать материалы и при желании подготовить фундамент. Это не такое сложное дело, собачья будка своими руками, чертежи помогут справиться с задачей без проблем. Порядок действий. Установить каркас. Брусья, 4х4, обрезать в соответствии с размерами будущего дома. Конструкцию расположить на ровном месте, закрепить саморезами или гвоздями. Брусья, 10х10, закрепить вертикально в углах каркаса. Их длина должна соответствовать высоте будки. Передние пары брусьев можно сделать на несколько, около 10, сантиметров выше. Это выдержка для ската крыши. Пол утеплить толстой фанерой снизу рамы. Установить изоляцию и утеплитель. Затем покрыть настилом. При большом размере будки, добавить дополнительную перемычку параллельно длинной стороне. Собрать крышу. Между брусьями уложить пенопласт. Зафиксировать пленкой. Все это закрепить степлером. Внутри каркас, обшись фанерой. Стены будки утеплить по всему периметру. О том, чем и как утеплять будку, будет рассказано ниже, а затем покрыть облицовкой. Фанеру установить сверху так, чтобы она перекрывала каркасную раму на 10 сантиметров сзади и сбоку, а спереди до 20. Боковые стенки обшить досками. Верх закрыть длинными досками поверх фанеры. Брусья распилить и установить по периметру крыши. Крышу утеплить внутри ниши. Торцы и утеплитель обшить досками. Можно добавить пристройку с усиленным утеплением для зимнего проживания. Тамбур делается просторным. В каркас добавляется перегородка. Разумеется, размеры увеличиваются. Брусьи, 4х4, составляют раму по контуру внутреннего отсека. В будке с сенями питомец не будет мерзнуть. Фанера делится на две части. Одна часть прибивается с внутренней стороны каркаса, другая с внешней. Место между планками утепляется. Для укрепления используются перемычки над ней входа во внутреннюю часть будки. Интересно. Крышу можно закрепить на дверные петли, чтобы она легко могла открываться. Это помогает впоследствии при ее уборке. Особенности строительства будки с двускатной крыши. Для решения декоративного вопроса или строительства небольшой будки вполне подойдет двускатная крыша. Изготовление такой собачьей будки своими руками аналогично предыдущему варианту. Однако при изготовлении каркаса, два бруска, 4х4, соединить под углом между собой. Это стропил. Его нужно закрепить на основной каркас конуры. С другого конца фиксировать вторую стропильную ногу. Два бруска набить на нижние точки стропил. Для утепления крыши под стропилы сделать обрешетку. Внутрь уложить утеплитель и полиэтилен для изоляции. Обрешетку прикрутить под внешнюю кровлю крыши, чем утеплять будку. Обшивка, краткая инструкция. Утепляют будку во время сборки. Между брусьями располагается пенопласт или вата. Затем рама снаружи обшивается досками, а внутри пергамином, который закрепляется степлером. Пустые выемки между брусьями тоже заполняются ватой. После утепления домик вновь обшивается пергамином. Только после этого можно спокойно покрывать каркас внутренней облицовкой, досками, фанерой, ДСП или другими материалами. Важно! Нельзя допускать выступающих шляпок, гвоздей или саморезов. Пес может пораниться. Для внешнего покрытия будки можно взять евровагонку для стен и рубероид дня пола. Можно сделать также подставки, к рубероиду прикрепляются брусьи по периметру домика. Крыша утепляется пергамином, пенопластом, ватой и еще одним слоем пергамина. Обшивают ее рубероидом, листами шифера, черепицей или пленкой. Также используется войлок для утепления будки. Он удобен в использовании, непроницаем и хорошо утепляет помещение. Иногда войлок заменяют старыми одеялами и вещами, но этот способ недолговечен. Важные особенности при строительстве будки. При строительстве домика для собаки, необходимо учесть ряд особенностей. Например, вход в будку лучше сместить в одну сторону. Если вход в будку сместить в сторону, в ней будет теплее. К дому пса можно прикрепить крепкую дверь. Подойдет для закрытия собаки при посещении двора гостями или слишком суровых условиях климата. Можно использовать также шторку, для которой подойдут брезент, ковер, мешковина. Другие особенности. Не следует делать собачий домик слишком утепленным. Многими породами холод переносится лучше, чем жара. Для сук следует предусмотреть рейки около 5 сантиметров вдоль стен, на высоте 10 сантиметров. Это поможет избежать гибели потомства при неудобном положении собаки в будке. Не стоит забывать о подстилке внутри. Подойдут опилки, сено или солома. К дому не рекомендуется пристегивать собаку. Это сокращает срок службы строения. Не нужно использовать системы отопления. Резкая смена температур внутри дома и снаружи может навредить собаке. Можно добавить к домику самодельную веранду, а также навес над ней. Двухэтажные будки не имеют практического применения. Другие варианты для строительства будки. Есть некоторые экономические варианты строительства будки из подручных материалов. Далее пойдет краткий разбор таких способов. Из фанеры. При данном варианте, строительство происходит так же, как описано выше. Особенность лишь в том, что постройку обшивают только фанерой и после декоративно украшают. Из кирпича. Прежде чем строить из кирпича, местность расчищается, выравнивается, возможен наклон, заливается бетоном. Затем возводятся кирпичные стены. В основу входа укладываются бруски. После укладки стен, сооружается деревянный пол, утепляется будка. Затем устанавливается каркас крыши, кровельное покрытие. Из картона, домашний вариант. Такая конура для собаки подойдет только для квартиры или другого жилого помещения. Домик из картона для улицы не годится. Делается такой дом из картонной коробки. Вверх отрезается и складывается в двускатную крышу. Затем прорезается лаз и декоративные окошки при желании. В итоге получается будка для собаки своими руками, которую остается лишь украсить. Из камня. Постройка из камня – редкое решение для будки. Такую постройку следует тщательно утеплять. При строительстве алгоритм действий совпадает с кирпичным домиком. Однако делать каменную будку непрактично, хотя вариант красивый и простоять сможет долго. Из подонов. Недорогой вариант. Один палец оставляется целым для основания. Другие разбираются на отдельные доски. Утеплитель – пенопласт. Он укладывается поверх подона и закрепляется саморезами или гвоздями. По углам и центру прибиваются стойки. 50 на 50. Делается обвязка каркаса. Далее доски из подонов шлифуются. Затем ими обшивается каркас. Ячейки закрываются утеплителем. На внешней стороне из брусьев нужно смастерить лаз. Уход за будкой – дезинфекция и уборка. После строительства будку обрабатывают пропиткой и сушат. Далее уход за будкой заключается регулярной в чистке и сушке. Следует проверять ее состояние и износ. Производить своевременную замену подстилки. Вопросы мытья решаются раз в год, летом. Лучше использовать специальные средства, чтобы не отравить собаку. Схема будки из картона. Также нужно проводить покраску будки. Это помогает спасти строение от древесных паразитов и продлить срок службы дерева. Она совершается летом раз в 2-3 года. Неплохим решением будет использовать лак вместе с пропитками для дерева. Самостоятельно построить будку может каждый. Есть большой выбор материалов и декоративных решений. Нужно проявить лишь желание и усердие.